Сбор составит 450 рублей за килограмм в следующем году и будет постепенно расти. Сегодня в выпуске. Ни пуха, ни пера. Белорусы ограничивают ввоз российской птицы. Кому вы нужны? Аналитики посмотрели резюме пенсионеров. И крушение бурбона. В Америке рухнул склад виски. Подробности прямо сейчас. В студии работает Мария Черешнева. Здравствуйте. Госдума рассматривает законопроект о завершении налогового маневра в нефтяной отрасли. Предлагают внести изменения в закон о таможенном тарифе и налоговом кодексе. С начала следующего года постепенно планируется снижать экспортные пошлины на нефть с 30% до нуля к 2004 году. Выпадающие доходы федерального бюджета компенсируют с помощью увеличения налога на добычу полезных ископаемых. По плану Госдума утвердит законопроект до конца весенней сессии. Пенсионеров приглашают на работу в общепиты. Именно рестораторы и производители еды охотнее других работодателей готовы принимать в штат тех, кто уже вышел на заслуженный отдых. Остальные бизнесмены в привлечении работающих пенсионеров не так заинтересованы. Сейчас в базе портала Headhunter таких резюме 2 миллиона. И по оценкам экспертов к концу года их станет на 82 тысячи человек больше. Чаще всего пенсионеры размещают свои резюме в сфере продаж, административного персонала, бухгалтерии и транспортно-логистической сферы. Ищут работу преимущественно женщины, готовые трудиться за меньшие деньги. Их запрос ниже предложения примерно на 10-20%. Речь идет, как правило, о вакансиях с частичной занятостью или работе на дому. Российские аграрии смогут рассчитывать на компенсацию роста цен на топливо из федерального бюджета. В этом году сразу несколько регионов и Новосибирская область в их числе из-за плохой погоды оказались в режиме чрезвычайной ситуации. Если европейская часть России во время посевной изнывала от жары, то в Сибири, наоборот, аграриям помешали постоянные дожди. О том, что кампания проходила тяжело, глава региона Андрей Травников накануне сообщил премьер-министру Дмитрию Медведеву во время селекторного совещания. А тот, в свою очередь, пообещал, что аграрии не останутся без государственной поддержки. Суперсемейка 2 победила подружу Коушина. Американский мультфильм уже вторую неделю лидирует по кассовым сборам в России и СНГ. Они составили 179,5 миллионов рублей. Вторым в рейтинге стоит фильм о восьми подругах Коушина. Криминальная комедия собрала 156 с лишним миллионов. Наконец, замкнул тройку лидеров второй мир юрского периода. Эта картина была первой по кассовым сборам с 7 по 10 июня. Ни пуха, ни пера Белоруссия ввела запрет на поставки в страну птицы и мясо птицы из Самарской, Пензенской и Курской областей России из-за случаев птичьего гриппа. Ограничения действуют с 23 июня. Они касаются живой птицы, инкубационных яиц, диких зоопарковых и цирковых животных, мясо птицы, яичного порошка, меланжи, пуха и пера. А Россельхознадзор тем временем отменил ряд ограничений в отношении поставок белорусского молока, действовавших с июня. Российские власти вводили ограничения, так как не были уверены в качестве молока и его происхождении. Однако Евразийская экономическая комиссия назвала запрет неправомерным. Германия не намерена отказываться от евро. Об этом заявил глава Министерства финансов страны Олаф Шольц. Цитирую. Министры финансов Евросоюза будут делать все для сохранения евро. Евро неотвратим. Потому что евро обеспечивает наше общее будущее в Европе. И напоследок. В городе Бартстаун, штат Кентукки, обрушился склад с бурбоном. Под завалом оказалось 9 тысяч бочек с алкоголем. По 200 литров каждая. Это ровно половина всех запасов винокурни. И в компании сейчас даже боятся оценивать ущерб. А на этом у меня все. До встречи. Смотрите эфир и архив записей телеканала ОТС в сервисе Перст-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова